Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о сколько кто зарабатывает. Это же очень интересно, правильно? Какие каналы и сколько денег зарабатывают? Во-первых, это интересно, во-вторых, это стимулирует, а в-третьих, это говорит вам и показывает, а стоит ли заниматься этой или иной тематикой, потому что елки-палки, деньги, конечно, это очень важно, особенно, когда мы тратим свое время, свои ресурсы на то, чтобы создать видео или какую-то тему поднять, и не знаем в конечном итоге, а к чему это приведет. Вкладывать деньги куда просто так не хочется, хочется понимать, какие риски у нас с вами есть, и как эти риски можно просчитать. Итак, как же посмотреть совершенно бесплатно, абсолютно безопасно, совершенно просто, легко, без регистрации, без всего, аналитику другого канала. И вы увидите и статистику, которую возможно увидеть, да, официально, не нарушая никаких правил. Вы сможете увидеть абсолютно сколько денег от минимума к большему, потому что это все просчитывается. Увидите динамику роста канала, потому что это тоже очень важно, когда вы вот понимаете, что идет эта тематика сейчас или нет, и куда нужно смотреть, на какие кнопки нажимать. Вот сейчас такое вот совершенно знакомительное видео, потому что многие меня спрашивали, и все-таки я тоже раньше на некоторые вещи не обращала внимания, а сейчас уже обращаю, поэтому я вам весь свой опыт в этом видео хочу дать. Итак, сайт называется Social Blade. Никакой регистрации, никаких денег вообще, это просто совершенно в свободном доступе. Вы можете зайти и посмотреть, если у канала открыты подписчики, внимание, то есть открыты подписчики. Итак, иногда не показывают, потому что если канал с закрытыми подписчиками с самого начала, то статистики нет, и он такой пишет, ох, извините, мы не имеем вообще возможности показать вам статистику по этому каналу. Поэтому ничего страшного, берем, выбираем другой и смотрим, едем, катаемся дальше. Итак, вот этот сайт, вот он уже у вас висит, вы на него уже посмотрели. Здесь можно вот покрутиться и вот смотрим, сколько у нас миллионов аккаунтов на Ютубе. 57,5 миллионов аккаунтов. 31,3 миллиона вообще Ютуб, те, которые вот имеют уникальный свой IP-адрес, да. Тоже и по Фейсбуку посмотреть, и по Инстаграму. Но эту статистику я не проверяю, я, допустим, проверяю только по Ютубу. Меня это интересует, поэтому погнали. Итак, Social Blade есть. Я вот, вы вводите здесь, допустим, вот мой канал, Julia Data Crafts, нажимаем поиск, можете в другой строке вводить. И открывается у нас окошечко с моим каналом. Вот, видите, сколько у меня каналов, которые называются Julia Data Crafts, у меня DE, JP, WN, тра-та-та-та-та-та-та. Это подвязанные каналы, а этот просто примотался. Вот, вы выбираете, допустим, основной мой, Select Channel. И если у меня открыты подписчики, он показывает, что сейчас творится у меня на канале. Итак, что мы можем с этой страницы, вот с этой страницы, вытащить для себя. Во-первых, посмотреть, какой ранг. У нас именно вот по подписчикам. Это вот такое место, по просмотрам видео такое место, а по Social Blade вот такое место. Я нахожусь в B-категории. Ну, это все зависит от вот этого вот ранга. Потом, смотрим, сколько просмотров. Видим, ага, падение тематики. Ну, и такое тоже бывает. Так, хочу сразу подчеркнуть и вам вот просто подчеркнуть, что эта статистика, она не актуальна на сегодня. Эта статистика идет с запозданием. Понимаете? То есть, сейчас я по своему каналу, у меня идет рост. Так, да? А здесь они показывают 3-4 дня, вот с запозданием, вот у меня идет падение. По сравнению с каким-то предыдущим периодом. Поэтому, ничего страшного. Ну, в принципе, все нормально. Так, пост подписчиков, что там у меня происходит. И вы, к примеру, смотрите. У вас та же тематика, как у канала вашего вот знакомого, да, к которому вы привязаны. Вы пришли, таки у вас не идут видео. Но вы же к ним привязаны, к этому товарищу. И я знаю, что я привязана, допустим, к Bain Artistic. Идем, давайте вот мой канал. Сейчас откроем Bain Artistic. Вот она у меня здесь есть. Это канал у меня, флагман, за которым я слежу и анализирую ее. Вот, у нее тоже на 17% падение, понимаете. Поэтому у нас просто проседает у всех тематика потихоньку. И, в принципе, для этого времени года это нормально. Пока там обороты набираются, и уже к октябрю будет уже нормальный оборот. То есть, это нормальная статистика. Я не начинаю нервничать. Я сейчас спокойно. Я знаю, что все идет по плану. Потому что вот мой флагман и я имеем одинаковую аналитику по падению. Все окей, все спокойно, все нормально. Итак, смотрим дальше. Деньги. Вот это самое интересное, что показывает. Вот показывает, сколько набирает денег канал. Но здесь учитывается, допустим, сумма денег от самой минимальной за рекламу до самой максимальной. То есть, по сути, в среднем вот сейчас получается где-то чуть больше 300 долларов у меня на канале. На этом вот он показывает 129. То есть, меньше. Ну, в принципе, с другой стороны, вы хоть видите диапазон, как бы добавляете там себе 100-200 долларов. И видите, какая вот идет динамика уже на канале. То есть, это такое дело. Просто видите, есть смысл, нету смысла. Как бы еще есть огромное значение, это кто смотрит, какая страна, сколько денег платит за рекламу. Это будет отдельное видео на эту тему. Хочу сказать, что самое меньшее платит за рекламу, это Индия. Там много стран, которые вообще копеечная реклама и так далее и тому подобное. Они берут количество. Да, но есть, допустим, Штаты. Туда, конечно, они всех пускают. Австралия, Англия, Франция и так далее. Эти страны, они берут, дают за рекламу очень много денег. Там буквально 1000 просмотров и уже очень хорошая сумма получается. Поэтому тоже имеет значение, на какую страну вещает канал. Я же говорю, что вот это вот вы посмотрели, какая сумма. Так, вот здесь вот идем дальше. Это вот статистика за месяц. Что здесь интересно посмотреть? Количество подписчиков, вот subscribers. Да, мы смотрим количество подписчиков, которые добавляются каждый день. И смотрим, больше, меньше, больше, меньше. То есть, идет вот такая вот прыжки. И потом просмотры видео. Ну, как бы я особо не зацикливаюсь на этом. Мне важно, вот видите, вот график. Вот мой график. И что случилось у нас у всех в апреле. У всех в апреле получился такой спад. Еще плюс я там закрыла видео. То есть, тематика проседала у меня. Так, еще вот такие вот спады на графике. Если вы будете увидеть у канала. Вот было так ровненько, ровненько, ровненько. Потом бас, резкий спад. И пошло дальше. Это говорит о том, что канал, канал просто закрыл какое-то из своих видео. Допустим, 10 миллионов. И сразу пошел сброс. Ну, по каким-то своим причинам каналы закрывают видео. Поэтому это такое бывает. И это нормально. Мы смотрим динамику роста. Она у всех практически по тематике одинаковая. Если, вот видите, идет спад в просмотрах. Соответственно, идет спад и в подписчиках. Это вот вы смотрите по тем каналам, за которыми вы следите. У которых открыты подписчики. Все там провидно, красиво. Мотивируетесь. Ой, я хочу такие деньги. Вперед. Так. Теперь дальше. Возвращаемся вверх. Что вот здесь вот очень важно посмотреть? Самое интересное, это есть Detailed Statistic. То есть, детальная статистика, где вы можете посмотреть по самому каналу. Какие были скачки, сбросы за все время существования этого канала. Полностью от нуля. Вот как вот он у меня пошел. Вот, 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 вот. Где были какие прыжки по просмотрам. Где были какие скачки по подписчикам. И здесь вот, как бы, они показывают, что, вот, возможно, скоро будет вот такая вот динамика у меня просмотров. Мне тоже очень хочется, чтобы у меня было столько просмотров в месяц. Я с вами согласна. То есть, как бы, здесь вот вы видите, как ведет себя тематика. Где поднемы, где спады. В общем, все открыто, все видно. Вот, видно, что моя тематика именно вот перед январем, перед Новым годом идет конкретный подъем. Потому что идет новогодний трафик, новогодние игрушки, украшения. Как бы, на Новый год, как правило, все каналы подрастают. Там дети больше гуляются с телефонами. В общем, больше свободы дается. То есть, тут можно тоже хорошо проанализировать. И для себя вынести огромное количество хорошей, полезной информации. Особенно, если вы хотите учитывать сезонность в вашей работе. Итак, теперь дальше. Мы посмотрели detailed statistics вот здесь. А теперь идем в featured box. Это очень хорошая штучка. Когда я вам, помните, рассказывала, да, вспоминайте, что, если вы не смотрели, посмотрите видео, как выбрать тематику. Что тематика должна быть максимально узкая. И максимально узкая тематика, возможно, допустим, если вы берете и делаете несколько каналов по различным тематикам. Не все делаете в одну кашу. И вот в этом featured box вы можете посмотреть, простите, мой английский, я с произношением не дружу, те каналы, которые есть у этого человека, подвязаны под этот основной канал. И вот он такой вот у меня есть. Значит, здесь не все мои каналы. Он половину даже больше не видит. Но здесь есть каналы, которые я забросила, которыми я занималась, которые я вот что-то делаю, что-то не делаю. Вот этот у меня никак не может монетизироваться. Здесь у меня монетка есть, я очень счастлива. В общем-то, вот, разные-разные-разные темы, разные просмотры и разные каналы. То есть, понятно, да, вы можете просмотреть количество каналов конкретно у каждого блогера. Потому что есть люди, которые привязывают к одному каналу несколько каналов. И вы такие смотрите, ага, а вы, ребята, еще и этим занимаетесь. А что же вы там такое интересное делаете? Это, кстати, очень хорошая кнопочка, особенно если вы сомневаетесь. А делать мне второй канал? А не делать? А я сейчас возьму сюда готовку, прикину. А вот в этот канал я еще влоги какие-то добавлю. А сюда еще закину еще там что-то. А вот мы тут с ребенком куда-то пошли. Тоже я сняла. И сделали вот такую классную кашу со своего канала. И ваши алгоритмы вообще не понимают Ютуба, куда вас впихать, в какую степень. Потому что мы любим, алгоритм любит узконаправленную тематику. Может быть только максимум две тематики. Тогда ваш канал будет конкретно хорошо развиваться. Ну, если хотите попробовать, пробуйте. Ну, в принципе, я думаю, что этими словами я вам ничего нового не открыла. Итак, посмотрели фьючерит бокс. Ну, собственно говоря, это и все, что я здесь смотрю. Свою аналитику я здесь не смотрю. На этом social blade. Потому что у меня есть конкретно мой канал, где я открываю и вижу, что я вижу. Свою статистику, свои цифры. Актуальные и реальные на сейчас. А не с какой-то задержкой недели или что. Но если мне нужно узнать, как продвигается эта тема. Почему у меня падение аналитики. Что делает тот или не другой канал. Почему вот так, почему всяко. Я иду сюда, смотрю. Ага, понятно. Мы тут все просели, поэтому нас вот так вот сейчас показывают. Или угас интерес зрителя к этой теме. Кстати, девочка мне писала, что вот, смотрите. Я вот открыла у нее там раз и 20 тысяч подписчиков. Такие просмотры. А канал не публикуется. Канал не растет. Заходишь в social blade. Там никакого роста, никакой красоты. Просто количество подписчиков красивое. А просмотров нет. Потому что если нет публикаций, нет просмотров. Все, закон. Есть один канал у меня. Не помню, как называется. Друзья, товарищи по цеху. Они не публикуются. Они забросились. И все. Их спустили на такое. Нет за месяц. Месяц. Месяц нет публикаций. Все, месяц вы теряете канал и свои просмотры. Вам по секрету. Для тех, кто досмотрел видео до конца, дослушал. Спасибо вам большое. Могу сказать, что если нет публикаций, канал не имеет значения, какое количество подписчиков. Спускается просто в ноль. Буквально за месяц. Да, как бы ни было, это страшная правда жизни. Но такая она и есть. Поэтому, ребята, публикуемся. Заходим, смотрим. Ага, как дела у этих ребят. Окей, у них там хорошо. У них падение, не падение. А что же у них не падение? А, а они не публиковались. Понятно. Значит, с тематикой все понятно. Идем сейчас проверим вот этих ребят. О, а этих ребят смотрят. Значит, с тематикой все в порядке. Мы сейчас к ним пристраиваемся и делаем вот что-то там в том же ключе, как они. И все. То есть, тренды, тренды. Наша с вами задача вот этого сайта, вообще, вообще задача всех нас, именно блогеров, постоянно следовать трендам. Вот как бы мы не хотели творить, что мы хотим, да, вот мы такие. Но YouTube же же не для нас, не для блогеров. YouTube для зрителей. И вот что смотрят зрители, то, что смотрят зрители, то мы можем им показывать. И тогда, когда мы им показываем то, что смотрят зрители, все к нам приходят, все у нас смотрят, и все прекрасно и замечательно. Но если мы идем от обратного, ну, увы, это неэффективно. Поэтому вот если вы научитесь анализировать вот так вот ситуацию, захотите в Social Blade совершенно бесплатно, совершенно открыто. Просто смотрите, никто за вас не будет бегать. А что вы сюда зашли? А вы вот нарушили? Нет, здесь без нарушения правил, здесь все в порядке. У них есть и свой канал на YouTube. И там еще какие-то у них и партнерка какая-то есть. Я не знаю, не участвую. Но, ребята, самое важное, это понимать, когда вы хотите заняться своей какой-то тематикой, вы открыли, вы посмотрели. Вот у меня есть флагман, который получает во столько долларов в месяц. И я реально понимаю, что меня это устраивает. Да, к примеру, вот этот канал. Меня устраивает. Меня устраивает рост, меня устраивает цена. Я знаю, что здесь еще плюс 300-400 долларов сверху. И я абсолютно нормально смотрю на то, что сейчас у нас идет небольшой спад статистики, как и у меня. Да, видите, практически одинаковые графики по самой тематике. И это нормально. Чуть позже мы не дергаемся. У меня есть еще одна тематика на другом канале. Там все в порядке, все растет. Да, к примеру, я себе спокойно на это реагирую, работаю в том же тембе, в котором я работала, публикуюсь так, как я публикуюсь. Я знаю, что скоро Новый год, нужно подготовиться хорошо, уже начинать публиковаться. И вот это вот мне дает вот такое понятие, что действительно, реально все в порядке. Или же я хочу заняться другой тематикой. Я захожу сюда, выбираю 5-10 каналов, я их мониторю, смотрю, как идут рост, как идет вообще просмотры, как идет продвижение. И я вижу, о, окей, эта ситуация меня устраивает, я иду сюда. А это меня не устраивает. Я не хочу этим заниматься, потому что за это мало платят денег. Хотя мне тоже это интересно. Но может быть, когда-нибудь мне захочется, я для себя что-то там сниму. Понятно? Поэтому очень важно. Анализ, анализ, еще раз анализ. Научитесь анализировать. Получите офигенно, классный канал. Или не один, а много. Когда вы начинаете мониторить ситуацию, вы понимаете реально, что вы не одни. Нужно бороться и нужно стараться, чтобы двигаться вперед. Я надеюсь, вам было понятно. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду всем рада. Стараюсь всегда отвечать по возможности. Всем пока-пока. Хорошего настроения. До новых встреч. Еще раз, пишите вопросы, задавайте. Не стесняйтесь, потому что мы с вами не задаем вопросы. Это не очень хорошо. Нужно задавать вопросы. Когда задаете вопросы, очень много ответов получаете. Все, окей, друзья. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok